Спокойно выдохнув после легенды о героях галактики, я решил таки затронуть, если не самое известное, то как минимум самое дискуссионное аниме из всех. Данное видео не призвано расставить все точки над «и» и разобрать глубинные смыслы, указать на то, почему прав я, а не правы все остальные. Вовсе нет. Ранее в своих видео, например, романки «Блейм» или трилогии с Хота Маклауда о комиксах, я уже затрагивал вопросы понимания и восприятия искусства. Приветствую на канале, это Тим, и самое время залезть в грёбаного робота. На моей памяти, пожалуй, нет и не было аниме, мнения о котором у разных людей были бы столь полярны, как о Евангелионе. Для начала, считаю нужным сказать, что не буду в полной мере затрагивать мангу-первоисточник, которая таковым является лишь опосредованно, но не суть. Не стану рассматривать и ребилд, ибо это несколько иное произведение, отличное от Евангелиона нового поколения. Да и заключительная часть всё никак не выйдет. Спин-оффы и прочие побочные произведения также останутся без внимания, ибо данное видео – непривычный для меня формат обзора всей франшизы. Хотя, если оно будет хорошо воспринято, обязательно сделаю такое, ибо самому интересно. Моё знакомство с Евангелионом состоялось уже в пору более-менее осознанную. Имелся какой-никакой жизненный опыт, и число просмотренных аниме давно уже перевалило за несколько десятков. Конечно же, как и многие, я был наслышан на Еве, но никаких особых ожиданий не имел. Быть может, потому итоговое впечатление от данного аниме было положительным. Увидел ли я в Евангелионе нечто с глубоким посылом, что несёт в себе ответы, если не на все, то многие тайны мироздания. Нечто невероятно умное, многогранное. Нет. Я увидел в Евангелионе хорошо анимированную для своего времени трансгуманистическую историю, в которой человечество, встретившись с новой формой жизни, изучает её и использует ради перехода на новую ступень эволюции. С хорошо раскрытыми персонажами, каждый из которых испытывает вполне очевидные психологические проблемы. И всё это в оболочке битв пилотируемых гигантских роботов с Кайдзю. Так как не раз отмечала ранее, что люблю тему трансгуманизма, аниме мне зашло. Правда, я не понимал, почему его называют шедевром, вернее, понимал и БСПГС, но не хотел принимать. Прав ли я был в своём понимании Евангелиона нового поколения, а знакомившись со всеми произведениями франшизы, вынужден признать, что нет. Но столь ли важно это имеет значение? Чуть позже я ещё вернусь к этому вопросу, сейчас же пару слов о несколько криво построенном Беке Евы. Ситуация странная. Изначально была манга, которую начали экранизировать в год выхода, и так как аниме выходило раз в неделю, а манга стандартно раз в месяц, вскоре экранизация обогнала первоисточник. В случае с, например, стальным алхимиком, всё закончилось печально, и ситуацию поспешила исправить вторая экранизация. Тут же аниме начало влиять на сюжет манги, и в итоге, за исключением, пожалуй, последнего номера, манга первоисточник позаимствовала концовку, да и весь сюжет в целом у производного произведения, а ребилд Евангелиона последняя, часть которого всё никак не выйдет, возможно, является прямым продолжением манги. Безусловно, между мангой и аниме имеются отличия во многом из-за личности авторов, и большинство недостатков Евы, как и её достоинств, появилось благодаря режиссёру Хидея Киана. Я нередко отмечаю, что личность автора неразрывно связана с его произведением. Да и чем вообще является творчество, если не проявлением рефлексии? Хидея Киана был типичным японским атаку, у него равновешенным и депрессивным, настолько, что в один прекрасный момент он решил лишить себя жизни. Но всё обошлось, и переоценив собственное существование, Анна возненавидел того, кем он был, и всех атаку в целом. Не могу я вывинить, самого нередко бесят люди, не способные мыслить критически, ищущие везде скрытые смыслы, видящие проблески гениальности даже в самой примитивной метафоре. А в случае с японскими атаку, всё очень, ну очень запущено. И чем популярнее становился Йонгелеон, чем больше появлялось фанатских теорий, тем сильнее это бесила Анна. Поэтому мастурбирующая Синди отличная метафора всего отношения автора к альтернативно одарённым фанатам, которые мастурбируют на покалеченных детей. Хотя такая себе метафора, если честно, это подаётся чуть ли не в лоб. Исходя из тех же причин, Анна сделал Синди аутистом. В манге герой более понятен. Мать умерла во время эксперимента, проводимого отцом, а сам папаша умыл руки и бросил ребёнка на попечение родственников. Потому Синди всегда чувствовал себя ненужным. Всем нам известно, в какой степени родители влияют на формирование личности. Само их наличие или отсутствие, характер. Уделяют они нам время или нет. Пожалуй, и большее влияние при обычных условиях на нас не оказывает никто и ничто. Потому когда отец, бросившись Синди ранее, вдруг зовёт его к себе в гости, и вместо нормального приветствия сходу заставляет своего ребёнка сражаться с монстрами, реакция Синди вполне понятна, логична и объяснима. В аниме всё слишком утрировано, но вместе с тем размыто. Герой выглядит более отчуждённым, и его необщительность возведена чуть ли не в абсолют. Хотя в манге, на которую аниме оказало влияние, отношение Синди с окружающими куда лучше. Ире оказывает персонажу куда большее внимание, отвечая взаимностью. И вполне органично, в самом конце выбирая Синди, а не его отца. В итоге герой развивается, отказываясь от изоляционизма, вычленяя себя из общего сознания и открывая этот путь другим. В целом, манга куда понятнее. Например, то, что в Евах находится душа матерей пилотов, показывается уже в пятом выпуске. Хидея Киана специально подаёт сюжет размыто, переусложняя его. Конечно, вся эта библейская атрибутика и прочие отсылки сами по себе пусты, и их выбрали лишь потому, что всё это знакомо, истинная причина. Согласитесь, что просто древнее пророчество звучит не очень. А вот свитки мёртвого моря – совсем другое дело. Потому, например, в столь нелюбимом мной Джоджу у героев имена еды, напитков, песен и музыкальных групп. Но, к сожалению, подобный подход работает, заставляя конечного потребителя видеть смыслы там, где их нет. Да и банально привлекает внимание. Вся ирония в том, что Анна, как он думал, бросив фанатам отравленную кость, на самом деле дал им пищу для размышлений и многочисленных спекуляций. Создал идола. Для тех, кому испытывал неприязнь. Делает ли это Евангелион лучше или хуже? Всё зависит от вашей точки зрения по поводу восприятия искусства. Что важнее – первоначальный замысел автора или то, как конкретный человек итоговое произведение воспринимает? Как по мне, второе куда важнее первого. Любое художественное произведение не существует в вакууме и само по себе не имеет ценности, если никто, кроме автора, не может с ним ознакомиться. Ты можешь быть бесконечно гениальным и снять величайший фильм в истории. Но будет ли в этом смысл, если его никто не поймёт? Увы, на сегодняшний день все стараются угодить массовому зрителю, упрощая всё до невозможности, не оставляя никакого пространства для мыслительной деятельности. Доходит до того, что в просто хорошо сделанных произведениях введет некий сакральный смысл. Всё становится по-настоящему абсурдным, когда весьма примитивные посылы до состояния первичного супа разжёвывают критики, в том числе с Ютуба. Причём их мнение ничуть не ценнее или важнее моего или вашего. Но в ходе его усвоения посыл автора или то, что вы могли бы вывести для себя сами, незаметно подменяется мнением конкретного человека. И чем более он известен, тем сильнее его точка зрения приобретает характер аксиомы. И именно потому в том числе стоит всячески приветствовать критическое мышление. Разумеется, по-настоящему умелому автору удаётся сделать своё произведение интересным, даже если вы не распознаете посыл. Например, форма воды Дель Торо неплохо смотрится как история любви и терпимости, даже если не знать, что это фильм о киноиндустрии. Так что правы ли те, кто называет Евангелион пустышкой? Или те, кто называют шедевром? А быть может те, кто читает, как и я, Еву просто хорошей? Правы, разумеется, все, ибо восприятие любого искусства субъективно. Есть люди, которым нравятся отвратные фильмы ужасов. Есть даже те, кто искренне любит худшие современные российские комедии. Всё, что мы можем объективно сделать в пределах собственного субъективизма, аргументировать определённую точку зрения при необходимости и желании, приводя контраргументы к противоположным высказываниям. На восприятие того или иного произведения влияет невероятное количество факторов. Настроение, компания, окружающая обстановка в целом, жизненный опыт. В том числе в области знакомства с аналогичными произведениями или ситуациями. Я бы услышав впервые фразу «люди боятся того, чего не понимают», можно решить, что мысль-то, в общем, неплохая. Но после того, как услышишь эту фразу в десятках, а то и сотнях фильмов, она становится раздражающим, прилипчивым хлише, от которого закатываешь глаза. И именно потому, с чем большим количеством произведений ты знакомишься, чем выше их качество, тем требовательнее ты становишься. Вы можете любить Еву, ненавидеть её или же относиться нейтрально, но нельзя отрицать тот факт, что Евангелион нового поколения имеет очень большую культурную значимость. Ева действительно деконструировала жанр меха и аниме в целом, показав, что даже если нельзя делать нечто философское, глубокое, что нередко, увы, опускает на самое дно, всегда можно создать уверенную видимость. Евангелион, конечно, не был в этом первым, но самым массовым уж точно. На этом, пожалуй, у меня всё. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание и пока!